И снова здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Эш, и сегодня мы с вами обсудим целый список различных альбомов, о которых у меня не так много было чего сказать, но которые все равно стоит заценить и послушать, особенно если вам нравятся те или иные жанры, которые эти альбомы представляют. Итак, поехали! Если предыдущий альбом Katy Perry под названием Witness радовал там, ну, периодическими какими-то идеями, поп-шлягерами, типа вот этого Swish Swish Bish или Chain to the Rhythm, то здесь и этого не было особо так достигнуто, по крайней мере, с той же силой, как и на предыдущем релизе. Конечно, это хороший летний поп-альбом для сугубо развлекательно-танцевательных целей, да, и для соответствующего потребления. Но, вместо там какой-либо там пары, тройки, выразительных и запоминающихся вокально и или инструментально работ, нам было дано, ну, такое, фрагментальное, разве что развлекало в треках там Harley's in Hawaii или Champagne Problems. Во всем же остальном, ну, уж очень так веяло попыткой в ретро-вейв, синт-вейв, вот в эти вот современные жанры, имитирующие олдскул и вот в подобный продакшн, при сохранении абсолютно всех вот этих шаблонных поп-ритмик современных, которые уже, ну, вот тут вот сидят, если говорить до конца честно. Вокально Катюха тоже сильно там не блещет оригинальностью, оставляя только там, ну, ровное и тембрально приятное исполнение своего выбранного текста о роли женщины там в современной жизни, да, о различных формах житейских отношений. Это, безусловно, не провальный кринж уровня хроматики от Гаги, не поймите меня неправильно. Ну и топом танцевального попа, назвать его у меня язык, ну, тоже как-то не очень-то и поворачивается. Если вы сосключились исключительно за тембром Кэти Перри и просто-напросто легким ненавязчивым прослушиванием, то однозначно стоит включить на фон. Но, лично для меня, лучше все-таки включить на тот же фон-альбом Witness или какой-то ее прошлый альбом, которых есть все-таки посильнее. Вот если последний альбом Янг Лина был все-таки довольно специфическим даже для фанатов звука Янг Лина и для его стилистики, то альбом Бладе Э или Блейди или Блейда, я до сих пор не знаю, как его зовут, но это не суть важно, как раз дает вот эту привычную клауд-репповую стилистику. В битах это либо эмбиент, либо вопорвейвовые сэмплы, которые идеально сходятся с автотеновыми подвываниями на пальцете от самого маэстро. Отсюда и эффект вот этой вот постоянной расслабленности, какой-то там жаркой вот летней томности, ну и приятной меланхолии, которой вот веет вот этот дух сэтбойзовщины, да, если вы знаете о чем я. И она как раз один в один дублируется в тексте. Альбому, безусловно, не хватает каких-то пробивных хитов и каких-либо там бенгеров, насколько это опять же применимо к Блейду. Но ему однозначно хватает последовательности и какой-то вот своеобразной медитативности. Он выразителен среди всех остальных, это правда. Впечатление очень хорошо иллюстрируется вот этой вот обложкой альбома, где происходит сплошной сюр и абсурд, и вроде бы как ничего не понятно, и намешано всего вот чего-то как-то так, но подано это в настолько искренне детских тонах, что по-своему это не может не подкупать. Вот что называется, зазвучало абсолютно из тех мест и из тех времен, откуда вообще не ждали. Полчаса Gothic Industrial о женщинах, об обществе, о себе и мире, и эти полчаса на самом деле проходят просто прекрасно. Конечно, внимательный слушатель, который вот до этого какие-то Gothic Industrial релизы слушал, наверняка обнаружит там заимствование от Мерлин Мэнсон, от Type O Negative, ну или от Билли Айдолов, собственно, да? Но какая разница на самом деле, если этот концентрат готичности слушается как нельзя здорово, атмосферно и развлекательно? Вот и я на самом деле считаю, что никакой, и потому однозначно рекомендую его любителям, ну, чего-то там по-готичнее, потемнее, но без какой-то бесстыдно-депрессивной символики и текстовки, которой иногда этот стиль сопровождается. В общем, включайте и получайте заряд готичности и соответствующей бодрости. Вот если Грета Ван Флит — это пародисты Led Zeppelin, которых я на нюх не переношу, то вот эти товарищи — это пародисты Линкен Парков. И это уже заметно невооруженным ухом на первом же треке, который по своей структуре и вокальной манере напоминает популярнейший трек LP «What I've Done». Причем скопированы не только вокальные манеры, как Честера, так и Шиноды, но и тоны гитар звучат как соответствующие гитарные треки LP. Конечно, если целиком и полностью абстрагироваться от этого, тем более, если вы не слышали Линкен Парк вообще никогда в жизни, я правда не знаю, как так получилось, но допустим, то альбомик звучит вполне себе сносно, я признаю. Единственная у меня претензия к этому ко всему — я не могу услышать чего-то конкретного, выразительного от этой группы, да, и что бы отличало их от изначального вдохновителя, если так можно сказать. Ну, если не считать трек «Bullet Proof» только, который практически полностью повторяет трек Аскен Александрия «Violence». А вот тут примерно такого звучания я ждал от последнего альбома «Logica». То есть вот этот подход, когда олдскульная среднетемповая ритмика шла вот, что называется, рука об руку, там, с лоуфайными битами, основанных на, там, джазово-дисково-свинговых этих сэмплах, вот этих пластиночных и соответствующих синтезаторных партиях. Главная разница здесь в том, что этот альбом намного-намного вариативнее, так как сам нас зачитывает, не гоняясь за скоростью, а прежде всего давая вот этот олдскульный кач, вот эту ритмику, вот это ощущение такого многослойного и непрекращающегося флоу. Конечно, содержание, коррелирующее на 99% со стереотипными BLM-мессенджами, ну, кому-то могут показаться сомнительными, да и мне на самом деле они тоже особо душу не грели и мозги не будоражили, да? Так как ничего кардинально нового, кроме вот этого пересечного месседжа «Black is beautiful, black is powerful» не было сказано в этом ключе. Зато сугубо мотивационные какие-то эмоциональные тексты о жизни, о вере в себя, о приоритете собственной независимости перед всем остальным и перед всеми остальными компонентами, да, человеческое существование, действительно местами даже вдохновляли на переоценку некоторых житейских ценностей и убеждений, то есть как минимум надвигали на какие-то мысли. Если говорить в итоге, да, то я бы рекомендовал этот альбом абсолютно всем любителям олдскульного хип-хопа, вот этого бум-бэпового хип-хопа, а также тем, кому просто-напросто надоело слушать современный рэп, там о сексе, наркотиках, волынах, деньгах, ну и вот всякой этой ерунде, и хочется послушать о чем-то, ну, действительно настоящем и житейском. А вот эти вот, господа, успешно комбинируют все такие вот работающие, удачные подходы к мелодии к металл-кору, при этом делают это, безусловно, вполне сносно, я признаю. Слушается это дело очень даже здорово, очень даже неплохо, хоть и словить очередное дежавю там с каким-нибудь треком Bullet for My Valentine или каким-нибудь треком Kill Switch Engage, но тоже очень-таки легко, вам наверняка что-то будет показываться, да, слушаться, если вы слушали раньше мелодик металл-кор классического образца. Местами прослеживается точно такая же альтернативная метальность или трэш-метальность, так что если вы еще нащупаете схожесть с Trivium, то вы будете, скорее всего, правы, то есть вам не покажется вот это все. И в основном от Trivium отличает треки из здешних ребят, разве что там более короткие аранжировки и невключение 15 соляков в каждый из треков. Вот мы имеем очередной здесь пример звучания стиля «Звучит как что-то», но там с минимумом своего собственного видения мелодик металл-кора. И тут, конечно же, выбор за вами, дамы и господа, стоит ли вам слушать сие, зная, что там все знакомое, что вы слышали это много раз, или все-таки послушать что-то старое, знакомое и проверенное опытом у других ребят, да? Вот тут, несмотря на все вокальные кричалки и относительно тяжелые диссонирующие гитары в финале альбома, этот конкретный релиз бифов клиров или клайеров, я до сих пор тоже не знаю, как это произносится, то у меня симптом такой, я не знаю, как группы произносятся, неважно. Этот вот конкретный релиз ощущается намного легче и намного вот дружелюбнее, радиофрендли более, чем предыдущие работы, ребят. Все потому, по крайней мере, я так это объясняю для себя, что привычные гитарные риффы и структуры вот из каноничных работ этих товарищей остались, ну, разве что фрагментарно. Во всем же остальном это хороший аккордовый рок, которому, ну, не занимать свои привычности и такой же однородности. Мне видится этот альбом как один из таких более безопасных и облегченных, особенно принимая во внимание, ну, приоритет чистого гитарного звука вместо привычного вот такого вот перегруженно-грубового. Больше расстраивало, конечно, отсутствие вокальных мелодий и оригинальных каких-то вот припевов и запоминающихся рисунков, что, безусловно, не отменяет техничности, не отменяет интересности вообще, вот как в плане слушательского опыта. В целом, все звучит ровно, понятно, предсказуемо и ожидаемо, при этом, ну, довольно-таки стерильно, как я вот себе слышу, даже несмотря на слезоточивые баллады Space и периодические синтезаторные пищалки, как в треке Instant History. Вот из всех 13 песен, только, наверное, ну, 4 с натяжкой радуют целиком и полностью. Брустен Бладит радует вот он своей постгранжевостью, вот такой вот постгранжевой грязью, такой вот рыхлостью, шумностью и развальным припевом. Barrett and Descent — это балладная мелодрама, вот очень эмоциональная, местами очень слезоточивая, кричащая, такой вот весь трагизм в диссонирующих гитарных партиях и все том же вот таком кричащем вокале, срывающемся на истерику. Трек Bag — это, прежде всего, вот эта припевная многоаккордовая линия на гитаре с кричалками «Бэг, мазафака, бэг, мазафака». То есть, как бы, это всегда работало, и это работает здесь прям на ура. Ну и, собственно, трек Dangerous — это абсолютно всем своим существованием, он радует. И этот трек я бы назвал, наверное, единственным, самым-самым лучшим из всех 13. Но вот, если брать вот эти 4, это вот так хорошо в целом, то все остальное — это никакое в самом лучшем случае. А в худшем — пародирующий Нирвану, как в треке Pride Before the Fall, который по своей структуре очень уж напоминает Come As You Are от Нирваны. Только там с другим текстом, конечно. То есть, если бы это было EP на 4 трека, то я бы, блин, пел бы все возможные дифирамбы и просто вот был бы вне себя от радости от этого альбома. Но на данный момент здесь слишком много филеров. Увы и ах, на самом деле, ведь от альбома действительно осталось впечатление, что группа вот все-таки сочинила 2-3 хороших трека, а вокруг них решила налепить еще десяток, только потому что горели дедлайны. И мне кажется, в целом от этого альбом проиграл более чем значительно. А вот этот альбом — это, как, например, представьте себе Dragon Force, только без кринжа. То есть, как бы уже вполне себе хорошо. И без примитивнейшего текста про вот эти вот космические путешествия, про звездолеты, про пароходы и непонятно всякую ерундистику. Потому что даже здесь, если мы слышим символику там каких-то звезд, космосов, прочей вот этой всей корабельной темы, да, то мы можем разве что экстраполировать ее на какие-то личные отношения и эмоциональные переживания, допустим. Музыкально имеем абсолютно все любимые и все нелюбимые элементы современного пауэр-метала. Многоминутные аранжировки, 18 гитарных соляков на каждый из треков и высоченно кричащий вокал. Что характерно, несмотря на мою неприкрытую и никогда не скрываемую нелюбовь к женским вокалам, нынешние вокальные партии были очень органичные, очень развлекательные, оригинальные и выразительные среди всех вообще в жанре за этот месяц. По факту, именно вокально даже мне альбом понравился больше всего, так как титульный трек, песня Soulbound, Carry the Flame и прочие исключительно держались на вокале и на вокальной партии, а не на гитарной полифонии. То есть вот с другой же стороны вся вот эта гитарная полифония наоборот мешала слушать этот опус снова и снова, потому что его было слишком много, его было слишком долго и он был слишком затянут, вот были повторы, было вот непонятно какое-то вот ощущение, что трек никак не может закончиться, как будто он не знает, куда ему нужно музыкально прийти. Ну вот и такое вот ощущение. Но опять же, это проблема не альбома в целом, это проблема жанра пауэрметала и моего личного восприятия, о котором я никогда не скрывал. То есть если искали пауэрметал, то однозначно в этом месяце рекомендую послушать именно этот альбом. А вот тут вот примерно так вот могли звучать какие-нибудь тул в последнем альбоме. И это могло бы звучать намного разнообразно, намного более эмоционально, жестко, роково и прогрессивно даже, чем Fear Inoculum. Это вот впечатление, какое-то вот заимствование с тулом особо сильно проявляется в первой половине альбома, когда вот этот тонко-высокий вокал очень часто заимствует эмбральную манеру Мейнарда и стулов. Когда вот эти рваные гитарные отрезки очень сильно, ну как правильно там сказать, как это говорят, не плагиатят, а цитируют, да, классические оригинальные решения. И когда вот этот многослойный продакшн все так же интересно слушать, несмотря на его длительность. Я бы и затянул на самом деле, как и в других альбомах сегодня, свою любимую волынку, что мол, как бы звучит хорошо, но что из этого своего? Если бы не вторая половина альбома. Вторая половина альбома разительно отличается от первой. Имеем здесь максимальную вариативность, максимальную динамичность и максимальную прогрессивность, где вот такой прогметальный темп и включение яркой палитры инструментов и сэмплов доходят до той степени, что внезапно посреди вот гитарных линий, вокальных линий может ворваться какой-то хриплый саксофон и начать гнусавить и истерить своими диссонансами, кажется вот прям мимо кассы и мимо гитар. Такая же история и с внезапными синтовыми сэмплами и бластбитами, которых ты вообще не ждешь. Причем это все скомпоновано на самом деле по-настоящему уникально, чему я был очень-очень рад. Именно вот благодаря второй половине альбома я переменил вообще отношение ко всему релизу в целом, потому я обязательно его советую всем любителям прогрессивной музыки, если вы его еще не слушали, очень-очень рекомендую. А так это все на сегодня, всем спасибо за просмотр, если вам понравилось данное видео ставьте лайк и если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал, напишите в комментариях что-нибудь вы слушали из этого, что вам понравилось, что не понравилось и на что мне сделать обзор в будущем. Рядом с моей головой вы увидите другие ролики про музыку, про видеоигры и наши собственные треки, которые мы вот скоро-скоро скомпонуем в альбом. Посмотрите, послушайте, возможно вам что-то из этого понравится и дайте знать в комментариях опять же. А так это все на сегодня, дамы и господа, всем спасибо и всем пока!